Хотелось бы, но в данных моментах уже их нет в живых. Некоторые говорят, что это обречено на некую большую свалку видеоматериалов, и все равно нельзя найти общие точки соприкосновения. Вот как вы считаете из Норвегии? Можно найти общую точку соприкосновения. В чем она? В чем? Я думаю, в плюсах и минусах всегда есть, находятся разницы. Общая разница. Спасибо вам огромное. Андрей из Норвегии. Вот такой немножко рваный разговор за задержки по звуку, но я, по крайней мере, верю, что это настоящий звонок из Норвегии. И еще одно самое настоящее электронное письмо. Абсолютно не понимаю, почему коллектив мемори называют латвийским ютубом. Проект похожий, но смысл у них совершенно разный. Коллектив мемори — это библиотека истории, а ютуб — это просто видеохостинг. Спасибо создателям за хороший стартап, у которого есть большое будущее. Спасибо, написал Филипп Ольга. Спасибо, что он написал, потому что я собиралась вам сказать это слово в слово. Это то же самое, что назвать большой свалкой, допустим, энциклопедию. Вы же ее не читаете от начала до конца. Вы находите нужную букву, нужную тему и читаете интересующую вас статью. Да, но тот, кто с течением времени прочитал энциклопедию от начала до конца, становится носителем энциклопедических знаний. Видимо, вы являетесь таковой. Нет-нет-нет, я имею в виду, если человек прочитал за всю свою жизнь, за сколько там лет отведено. А зачем? Есть темы, которые совершенно неинтересны. Но зато проект «Collective Memory» дает возможность изучить всесторонне ту тему, которая тебя действительно интересует. Меня опередил человек, автор следующего электронного послания. Кто все это финансирует, господин Стензеникс? Только не говори, что это бесплатно. Нет, это не бесплатно и, наверное, очень дорого. Я удивлен. Три недели назад мы пошли в DraugMLV, мы рассказали о проекте, и они тут же сказали, у нас есть 100 свободных серверов прямо сейчас, у нас есть команда, которая будет работать только на этот проект, и в течение трех недель они этот проект чисто технически сделали. С нашей стороны мы просто поставили на проект двух руководителей проекта, парня с камерами, разослали письма своим друзьям, чтобы они там присылали свои видео. И так это все как-то получилось. Мы пока физически не растратили там ни одну копейку, может быть... Неправда, мы распечатывали пресс-релиз. Да, да, и может быть на кассет, видеокассет или что-то такое. Но к нам уже обращались производители видеотехники, сказали, может быть, мы можем быть официальными представителями камер в этом сайте. Так что, я думаю, какой-то бизнес там есть. У нас в DraugMLV договоренность, если это когда-то в жизни будет приносить прибыль, то давай пополам и все. А можно я стану акцией? Ну вот даже деньги начали делить, деньги говорят, память, вечность, свидетельство. Андрей, можно я добавлю? Я знаю, кто его финансирует, этот проект. Вы его финансируете. Лично? Я что ли? Ну, я не знаю, лично или не лично, но... ТВ-5, ЛНТ, ТВ-3, ЛТВ. Очень интересно, я не слышала и не видела никогда таких проектов, чтобы главы рекламного отдела звонили мне. Конкурирующих между собой. Абсолютно. Сами звонили и говорили, слушайте, чем мы можем помочь? Может, разместить рекламу? Газета Дена предлагала нам разместить рекламу. Баннер стоит. Ваш телеканал и ЛНТ делали то же самое. Это поразительно, потому что так не бывает. Так редко, про журналистов хорошие слова говорят, прям не знаю, что спрашивать. Борис, послушаем из Риги. Борис, добрый вечер, прошу вас. Алло, добрый вечер. Прошу вас. Здравствуйте. Если можно, Андрей, один вопрос с создателем и сайта, и один комментарий. Прошу вас. Не говоря о легионерах, красноармейцах, разместят ли они воспоминания родственников, ну, того существа, которое убило в Бауске детей, помните, был. В Бауске детей? Да, да, зарезал в детском царе. Корякин, что ли, вы его имеете в виду? Ну, сколько я знаю, вообще в средствах массовой информации договорились не упоминать его фамилии, чтобы память о нем исчезла. И в связи с этим комментарий, не считают ли авторы сайта, что памяти заслуживают только герои? Поэтому столько и вопросов о легионерах и красноармейцах. Это правда. Спасибо огромное, Борис. Память заслуживают только герои. Поведитель не судит. Нет. Почему? Память не заслуживает. Оно просто есть. Если есть человек, то у него есть память. И если он хочет ту память, те вещи, которые ему важны, передать дальше кому-то, разделять их, это его полнейшее право. Грантинж, который перерезал всю свою семью, он человеческое существо, физически. Физически он человеческое существо. И он не может туда поставить видео, как я хочу еще убивать кого-то. Он может туда поставить свидетельство. Не знаю, что он думал, как это случилось, как это получилось. Ой-ой-ой, господин Стензенекс, вы, конечно, может быть, рассуждаете сейчас как настоящий гуманист, но общество-то наше готово. Вот выйди сейчас на улицу с диктофоном или с камерой и спроси, что делать с тем, кто расстрелял или порезал детский сад под Бауской. Я уверен, что там не 99, 100% будут абсолютно радикальные мнения в пользу уничтожить, стереть, забыть этого человека, к стенке его расстрелять. У нас в очень яркой памяти еще те времена, когда власть принадлежала пролетариату, и они были в праве судить, кто прав, кто не прав, давай буржуев заколотить, застрелить. И это очень опасно, потому что если власть передается толпе, получается очень страшный весь интернет как раз прекрасен тому, тем, что он безразличен. Там можно поставить абсолютно все. В YouTube стоит до сих пор видео, где этот парень, который перестрелял полшколы в Финляндии, как он к этому готовился. Это тоже информация, от этого тоже можно сделать выводы, это тоже произошло. Понимаете, это далекий YouTube, а вот этот вот, ну пусть и на... Как далекий? Зашел, зашел и вот он. Хорошо, да, но не может, товарищ майор с полиции безопасности, это латвийской, это видео стереть или убрать, ну не может он просто. А вот, соответственно, не попадаете ли вы под удар? Вот этот вот форум с девушками, которые про финансовую систему рассуждали, болтали на троих, сообразили себе статус свидетельниц. Я думаю, их не арестовали, их просто спросили откуда информация. Вы боитесь, что давление будет оказано, что не те у вас свидетельства, не то у вас опять неправильная трактовка истории, вот это вот советское. И только мы знаем, как понимать данное событие. Я очень много с этим столкнулся. Полгода назад на оперу повесили плакат, где был там голый Буратино, там подняли страшную сумму. Я думаю, что наша страна, она только учится, учится либерализму и демократии. Может, ваша идея, она как-то слишком зарано лет на сто пришла? А посмотрим, если приедут в этот серый автобус с решеткой на окнах, тогда будем обсуждать. Мы снимем, мы снимем, я обещаю, камера ТВ-5 будет, как стенд за них будут арестовывать. Или госпожу Сукольникову, не дай бог. Мы обязательно все это заснимем и разместим на коллектив Мемори ТВ. От Ольги Реплика. Здравствуйте, идея замечательная, только как мне кажется, скептически пишет Ольга, у нас в Латвии будут фильтровать и помещать то видео, которое будет, вероятно, ругать советскую власть. Другие мнения просто отфильтруют. Вот так уверена Ольга. А идея замечательная. Мой отец пишет, Ольга, прошел через ГУЛАГ, и я записал его рассказ на аудиокассету. На кассете он рассказывал, как его высылали вовсе не русские, а литовцы. И сам он тоже литовец. И десяти годам ГУЛАГа он обязан своим же собратьям. Его давно уже нет, а голос я его храню как реликвию на этой аудиокассете. Спасибо. Прекрасно. Нет лучшего способа проверить, чем самим поставить это видео. Уберут, не уберут. Можно и аудио, соответственно. Да, 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 конечно, поставьте фотографию. И аудио под нее, и поставьте ее на сайт. Нет лучшего способа, чем проверить. Если я не ошибаюсь, Андрис из Риги на следующий звонок. Если ошибся, простите великодушно. Добрый вечер. Нет, вы не ошиблись, это Андрис. Хорошо. Ну, во-первых, у меня такое пожелание есть к этим самым господам, чтобы они, конечно, правдиво это все показали. Потому что, в принципе, я считаю так, что когда высылали, да, сталинские года, то высылали-то в основном-то латыши, латышей. Не высылали русских, а латыши, потому что ведь доносы-то писали латыши на своих же соседей. Вот. А почему, Андрис, вы думаете, что так важно вот это вот национальное, этническое составляющие латыши, 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 евреи, евреи? Ну, давайте я вам сейчас скажу. Потому что, да вот, недавнее хотя бы событие. Как нефть подорожала, да? Кто виноват? Русские. Голодомор? Русские. Сейчас кто напал, допустим, на Грузии? Русские. Кругом только сейчас идет сплошная русофобия. То есть, все против русских. Весь, как говорится, мир. Почему? Потому что боятся уже русских. Латыши тоже сейчас боятся русских. Понимаете? И поэтому, как очернить? Только русских. Вот поэтому у меня экстензи, такая просьба. То есть, не просьба, а пожелание, чтобы он правду написал. И не боится ли он, кстати, быть врагом народа у латышей? Спасибо. Формулировка какая? Враг народа, да? Вот мне это нравится. Вы говорили про времена тоталитаризма? Ну вот, получите, пожалуйста, распишите. Чтобы не было недоразумений, я ничего не пишу. Пишите-то вы и ставьте свидетельство своих близких и родителей туда. И чем больше людей это сделают, тем объемнее будет эта видеотека, тем больше будет мнений. И я не в силе. Я не в силе там вообще что-либо, на что-либо влиять. Господа Суконникова, а почему избран хост ТВ, некогда принадлежащий государству Тулаву, и выкупленный в 2000, что ли, году американской компанией? Почему коллектив мемори ТВ? Я расскажу вам, так как Андрей Маймыкин нас еще не спонсировал, когда мы занялись этим проектом две недели назад. Дело в том, что хост.ком выставлен, проект международный, то есть можно было взять ком, он выставлен на продажу. То есть за него нужно платить, и платить немало. А хост ТВ был свободен, то есть любой мог его взять. Ну а почему не ЛВ? Это же про Латвию тоже. Но не только. Но не только. Это о мире. Хорошо, смотрите, Валерий написал, если открыть сайт об инопланетянах, то он тоже будет переполнен рассказами очевидцев, но это будет ложь, потому что научный факт это то, что можно проверить. Рассказы это каша, в которой и черт не разберется. Рассказы ваших родителей, каша, в которой черт не разберется? Я так не думаю. Если вы говорите со своей дедушкой или отцом, это каша, для меня это не каша, для меня это свидетельство очень, для меня дорогое. Но все равно же, знаете, вот память человеческая избирательна преломляется через вот эту вот призму личного восприятия. Любое событие вам покажется что-то большим взрывом, человеку рядом с вами покажется незначительным хлопком. И каждый будет доказывать, вот как у Реновской Акутагавы, в этом случае в чаще рассказ есть. Три версии, три абсолютно идентичные, абсолютно имеющие право на существование, абсолютно противоположные. Я думаю, что в этом и прелесть. Ты написал, ты завел это слово депортации, и у тебя перед глазами 10, 20, 100 абсолютно разных рассказов. Ты читаешь их всех, и от них что-то для себя извлекаешь, и ты учишься разными мнениями. Ты учишься принимать разные мнения, и тебе интересно читать. Может быть, ты открыл в газете статью, где журналист написал что-то. Ты зашел на сайт, записал это имя, это слово, и ты получил 20 свидетельств, которые полностью отличаются от этого. И тебе, если даже ты не вправе это юридически, опровергнуть то, что написал журналист, хотя бы это для тебя платформа для мышления. Ты становишься более восприимчив к разным этим ведуокам. Точкам зрения. Но еще Олег написал, не думаю, что сайт долго просуществует. Пока политика денег в Латвии будет, никакой памяти не будет. Давление будет, что в Латвии, что в России, что в Америке. Это зависит от Олега. Если он выложит туда воспоминания своих родителей, бабушек и дедушек, я думаю, что все будет отлично. А народ не боится-то наш постсоветский? Я выложу воспоминания дедушке о каком-то периоде войны. А вот придут ведь? Придут, вычислят ведь? Андрей, вот вопросы о том, а как будет восприниматься и трактоваться война, задается в основном вы журналисты. Потому что... Потому что это интересно, потому что это интересует общество. Что такое общество? Вот я давно больше не занимаюсь вопросом, там, а кто был прав, а кто был виноват. Это история. Но, допустим, меня, как великую кулинарку, очень интересует рецепт блинчиков, который я уже обнаружила на сайте коллектив Мемори ТВ. Девушка Ирина рассказывает рецепт своей бабушки, который передавался ей от ее бабушки. Совершенно потрясающий рецепт. Оказывается, нужно добавлять кефир. Понимаете? А не только молоко. Прошу прощения, эфир на время. Говорит нам, что пора заканчивать. Даже перетянули Ольга Суконникова и Эрик Стензенекс. Можно сказать, мама и папа от части проекта Коллектив Мемори ТВ гостили весь этот час в программе «Без цензуры». Спасибо вам. Удачи вам. Спасибо. Спасибо за то, что смотрели. Я прощаюсь. Завтра, кстати, в рамках спецпроекта «Без цензуры по субботам» встречайте Николая Баскова. Ну, а всю следующую неделю программа «Без цензуры» будет начинаться со специального репортажа «Кризис в Латвии». Стиль ведущих в сотрудничестве с «Голдвелл». «Без цензуры по субботам»